ну вот дорогие друзья вот она съемка которые ждали очень долго наверное везде и в россии и на украине в казахстане и загранице вот этот гейдар бабаев вот это вот первый его питомник и как бы захожу сюда и будем сразу скажу что будем не в одном питомник здесь мы пока посмотрим о следующем питомнике будет полет гейдар бабаев добрый день здравствуйте здравствуйте все все вот смотрите здесь у нас голуби мы сейчас просто вместе выпускаем где-то ближе к середине августа мы открываем принципе здесь племенная племенные голуби но мы даем вот такой перерыв им всем потом где-то ближе после того как осва пройдет где-то примерно концу октября в начале ноября мы начнем их по парам по всем местам запускайте выпускать течение дня по часу тоже будем выпускать здесь есть здесь единственное черной массе мало потому что мы держим отдельно красная мать белым пойдет потому что они принципе не противоречит друг другу и молодые получается нормальная то есть цветового это голуби все проверили эти голуби все летали за 6 часов то есть меньше 6 часов здесь нету голубей взрослых геометра не молодых нету голубей все игровые все играют здесь и чили бакинские красные черный через другом месте здесь и ахбаши есть определенные здесь из красной черпы которые так большой выходит здесь есть сизоперые здесь есть черно-оперые здесь нет черных здесь нет птицах челей здесь нет ахбаши чистом виде здесь нету лохматых черных челей погонных нету бетазобов здесь они все отдельно голубяки принципе здесь вот такой принцип то здесь в общем вас голуби проверенные которые не все все проверенные вот в этом году мы где-то уже после проверки 40 голубей который нам подходит в одном месте 40 здесь порядка тоже 40 которые по корпусу и по цвету и полету подходит и по аккуратности аккуратности что называем если голубь он голоногий он должен быть голоногий если голубь сапожках он должен быть сапожках если голубь лохматый он должен быть лохматый а что-то между ними мы не оставляем обычно даю отдаем но в принципе пусть меня не осуждает мои коллеги Старые голубятники никому не отдавали Они уничтожали эту голубь И поэтому Может быть они даже делали правильно У меня рука не поднимается Я собираю, отдаю глаз И этим самым я породил некоторые А голуби, которых этих берешь Они даже если они По каким-то признакам Я считаю они чистые Они потом дают молодых уже нормальных И вот так и распространяется Мне не жалко Мне просто обидно за разговоры И начинают Так называемые специалисты Бакинских голубей Рассказывать про глаз Про ноги, какой цвет ноги должно быть Вот поэтому очень большое желание Чтобы вот именно рассказали Все что вы считаете нужно По пародии этих голубей Я не считаю, что в первую очередь Я говорю очень много В интернете По возможности я слежу Разговоры о том Что это происхождение Иранской голубей Я не исключаю, что есть кровь Иранской голубей Но я считаю, что надо отдать должное Селекционерам Которые раньше жили здесь Я себя отношу тоже к числу селекционеров А не просто голубятников Селекционеры, которые были здесь Те годы, которых я застал в детстве А я держу с 11 лет голубей Без прерыва с 14 лет держу Это какие годы были? Ну, начинаю считать, что постоянно я держу Начиная с 72 года Я даже не считаю количество лет Сколько лет я держу С 72 года голубей я держу постоянно Я был у таких, которых я считаю великими голубятниками Был такой Аждар Был такой Агасы Был такой Гудрат Был Салим, Арабали Потом Камиль был Который по мраморным Аждару я не застал Но кровь в мраморных голубей В мраморных маяках есть Летают они бесподобно, как бабочки Они есть Моя задача была То, что я видел глазами в детстве Это воспроизвести И те породы, которые я видел Вот голова с голубей, как называют Чернобаша Чернобаша Гарабаша Я никогда ни у одного голубятника Баку в детстве не видел Черные, чистые Жуков видел Герезухалы видел Которые у них под бородой Шикатые Эти голуби были Я взял все голуби у одного человека Старика Который жил здесь неподалеку Он уже болел, я забрал Шикатые Шикатые я покажу потом У них тоже полет бесподобный Видел Сизок Чили Видел кофейных Чили Видел так называемый Донзу Чили Они тоже у меня есть Моя задача Сохранить все это Но до каких пор я не знаю Получится, не получится Вот здесь конкретно разные голуби Не всех голубей корпус меня устраивает Скажем здесь Только что корпус устраивает меня Уже которые прошли проверку Они уже в совершенно другом месте Я их, к сожалению Ну это мой принцип Я не из-за ютуберов Не показываю Я считаю себя виноватым В какой-то степени Распространение Так называемых Широкохвостых голубей Я просто выбрал для себя корпус Потому что широкохвостый термин Он неправильный Голубь бывает широкоперый Голубь бывает многоперым Бывает малоперым Бывает многоперый узкохвостый Бывает малоперый широкохвостым Есть рыбьим хвостом голуби Есть голуби на волчак Гувирок называется Который хвост открывает вот так вот Когда играет А есть который держит ровно А сейчас его большинство гоняет Он играет У меня хвост такой Это не бакинский голубь Это я могу Я могу дать гарантию Что мои голуби все бакинцы Мне просто иногда обидно бывает Гонки за этим Получить корпус Размешивают разные голуби И в принципе теряют Вот эту кровь бакинских голубей Которые Для меня Для меня вообще цены нет этим голубям Цены Потому что нигде в мире Куда бы я ни ездил В Иран я ездил специально Поехал Посмотрел эти голубей По всем крышам ходили Они в основном крыши держат Посмотрели На базар ходили В двух городах крупных Я таких голубей Как бакинских Там не видел Привозили в Баку Один наш товарищ Приезжал Привозил пакистанские голуби Которые в Пакистане летают По 12-13 Чтобы в Баку Они летать не стали Климат у нас специфический Это голуби Уже адаптированы К этому В Москве Голубь Который летает в Баку Я знаю Что я давал в Москву Они летают сутки целые Потому что Воздушные потоки другие Температурный режим На высоте Которым они держатся Другой Все другое Вот Пожалуй Все что я могу сказать Денису Надо отличать Бакинских голубей От смеси Надо брать С лету Как правильно делают А вообще Я интересуюсь Смотрю Я вижу Старых бакинских голубей Больше не в Баку Больше не в Баку Это Вот я Недавно смотрю В Молдове Какой-то Гриша его зовут По-моему У него мраморные голуби Старый порог Бакинских Но По корпусу Они меня не устраивают Я никого не осуждаю Каждому Свой голубь Он Самый хороший Нет вопроса Но Однажды Увидев корпус Однажды Увидев полет Красивым корпусом Потому что Старые голубятини Говорили Девять месяцев Ты этот голубь Смотришь на земле У него должен быть Эстетический вид Который тебе Приятно будет смотреть Ты будешь от него Получать удовольствие А если ходит Голубь Который грудь Там Шире чем Не знаю что Но при этом Летает 9 часов Ну а да Есть такие люди Которые говорят Что Для меня Самое главное Спрашиваете Что Он говорит Лед А смотришь Запрятал там Два красивых голубя Которые у нее проверился Красивый коспорт Спрашивал А зачем ты их держишь Или знаменитый Не знает кто У него В закрытом месте Смотришь Бегает Там что-то Поэтому Ребят Надо быть честным Гитарь Для продажи Создавать Можно продавать Никого не осуждают Ты сначала Создай Покажи Я покупал Голубь С лета За 25 рублей 8 часов Отлетал 8 часов Сидел Не отходил Глаз с неба Не сводил Он сел Это голубя Обрал Это уже можно мешать Это было молодость Сейчас я не беру Кровь у меня много Так что Надо быть В этом плане Период сейчас У них линьки Мы же поставили Воду им Они очень красиво Выглядят И тем не менее Я думаю Что-нибудь снимите Ну вот скажите В широкохвостах Есть Замешаны павлины Баку очень много К сожалению Очень много Многие из-за того Что чисто Одно время Стало очень популярно И сейчас популярны Широкохвосты Многие брали Павлины И не только Павлины Павлины Можно сразу Отличить Потому что Если ты его Берешь в руки Флосс Ты же Потому как Он хвостом Своим дергает Ты же поймешь Опасить другие породы Голубей Которые широкохвосты Очень много В свое время Они сами Хорошие голуби Польские голуби Есть Высоколетные Хохлатые Они широкохвостые Их мешали Потом из Грузии Привезли Голубей Которые не очень Много летают Они Это из Турции Нашли Широкохвосты Ктокла Они их споровали Ради продажи Ради продажи Я советую Если кто-то Я говорю Никого не осуждаю Могут продавать Вопросов нет Но Берите Бакинский голубь Только с лета Летает Не обязательно 9-11 часов В жару 4 часа летает Достаточно Играет Как вы хотите Они как сова Там кругами Как показывает Интернет Бакинский голубь Поднимает Они у них Мы поднимаем 500 голубей Они Разновой летают Проверяем Проверяем Что Кровей сейчас Есть Очень много Мы не пускаем Сюда Никого Ни одного Чужого Никого Я в свое время Достаточно находился посмотрел отобрал перемешал так что у нас в этом плане опасность это видишь середине к иногда выходит будет красноглазый вот для вас что главное ваших широкохвостых голубях что на первом месте что на втором что на третьем как вы считаете это не для меня важно я хочу напомнить то что говорили те голубятники на которую я словался только что которых уже нет да да у них было четыре принципа четыре принципа первый принцип всегда не называли глаз глаз что это означает то есть голод найти должен найти свое место то есть не потеряться не уйти наверх куда-то уйти или унесло его течение или что-то но он должен прийти найти свой дом глаз второй это полет который включает том числе игру он должен играть правильно есть боковая игра мне не нравится есть который не одинаково всегда играет это тоже есть игру взял вот это счастье когда молодой вдруг останавливается три часа дня ты вижу же наверх он остановился уже начинает играть на счет уже чисто третье это корпус третий корпус головы должен быть корпус его должно быть видны корпус должен красиво ты его смотришь 4 я считаю что окрас ты уже можешь там это не массные голуби бакинский но ты можешь создать ближе ты не можешь получить печатные все одинаковые шеи голубей это не бывает баки с голубя до масса и есть какие-то там не знаю чисто чернохвостые я не видел чисто чернохвостый летающий до 2 по бокам белых летает но чисто чтобы было все черное или си или этот сизы или красная или желтая чтобы он летал ну нет не бывает такого не видел я поэтому 4 эта краска вот четыре основных принципе потом уже ты можешь да среди этих там вышел голубь который тебе нравится по окрасу никогда не мешает красной масте черной масте вот это уже четвертый мраморным можно с белым можно можно чтобы мраморные не давали вот этих так называемый сезарей противного цвета обязательно один раз их можно прокрутить с белыми обязательно их можно прокрутить красной мастью чисто красными сплошными сплошными красными но бакинскими сплошными красными я покажу вам вот это можно это уже четвертый этап когда ты уже как говорится от жира бесит что у тебя все есть ты хочешь вот создать работаешь на стадия уже на друга да еще вот здесь видите все раз а есть у меня голубятник где уже они подобраны я уже это уже смотрю они обязательно они дают тебе то же самое абсолютно не обязательно вот пойдем я покажу допустим какие начали молодежь сидит да все невозможно я не знаю чем только пойти она бывает такое ощущение что усталость очистить все это вот но все и витамина то они и голуби и витамин вот это без холода типичный бакинс видишь у меня сзади они пропадут и вот здесь у него молодой ну я не создаю эти условия мы один раз в месяц чистим вот они какого-то им люкс комнату там не создал все равно придут все на полу бакинский город обязательно придет на полу на земле песок расковыряйте и вырастет любит они ну любит они песок ну ни одного я сос по не увидел я вот пока вас не было осва придет очень скоро придет по моему уже заканчивается да обычно когда жара так мы сейчас куда пойдем и дар бабаев хорошо мы едем другой питомник сейчас друзья так друзья но пока мы еще не уехали вот файк нам с любезностью показывает можно посмотреть да сейчас я зайду волнух так друзья вот тут файка что ты здесь ты еще скажи пару слов файк ну зайди отец нему пускай на тебя посмотрим какой человек снимается тоже голубями вот это вот файк все это же все командная работа это все командная работа другое место пойду до меня этим будем разводить на вот здесь будет короче здесь это специально же под них собрали самый файк они по это облета на или не облета на эти голуби есть облета на есть такие да вот старый да очень ясно так что там еще есть интересно от это вот в общем гонная будка как большей так быстренько буду пока то что мы сейчас пойдем другое место там подготовили сейчас загон голубей но чем быстрее мы поедем тем голуби меньше шансов на ночь останутся это кофейный чили ух ты да это интересно конечно должен вот это конечно чили я тебе скажу я не ожидал увидеть вот такие вот такие вот кофейные чили да интересная коллекция да голуби баку чисто бакинские без примесей без ничего как говорится хвала и подсчет гейдару бабаю за то что он дает такое развитие голубеводство в баку вот поддерживает такое голубеводство здесь друзья белые шейки пытаюсь показать их вот такие вот все показываю как бы быстро но в принципе я думаю что все это и видно все голуби широкохвосты идем дальше так следующего лет пока эти чем отличается от других отборный совсем отбирал на плене что что значит отборные ну у них это и лёд есть хороший игра есть из-за этого слушай они высокие все голоногие тут я заметил отборные слушай а здесь все голоногие только голубые все голоногие тут не могу на сладке не любоваться не факт как бы знать самый лучший лучший вот это вот отборные да не ростами как бы они друг друга не касается в прошлом чтобы не были разные крови чап чапка молоденький да сбиты такой да вот про это как говорится тут не каждый может сюда попасть друзья так что то что я вам показываю это спасибо гейдара бабаю что он разрешил показать чтобы не было потом много вопросов лично так я за выхожу они к этой большой подняли но мы еще не пошли на гонную да это пока еще здесь мы пока еще не дошли это вот то что это чтобы угоны голубят как больший вот он дядя саши который занимается дядя саша скажи привет всем всем я вас всех люблю разводите супер голубь и гореть и пожалуйста чтобы это все нам нам сигналит гидар бабаев нам сигналит да все пойдемте пойдемте сейчас в гонных где гоняет голубей все друзья мы едем на гонные голубят не так друзья мы поехали теперь другую главный голубят не пока на паузу как-то так друзья мы приехали это вас гонные да вы здесь гоняете или еще где-то гоняете и здесь гоняем и там гоняем там просто тебе срок закончится а здесь чуть-чуть его запознаем ну а здесь уже 40-45 голубей охлаждались так ну вижу я это они сами вышли да 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 раз два три четыре по низу и вот один вверху лета я покажу вчера гоняли да не жили вы так всех помните вот этот голуби нет цены какой белый вот нет вот это червиш и мраморный видишь он не открытый ход а вот этот красноватый у него минимум 18 вот он розоватый такой да он уже отмеченный головой он летает просто я его не знаю куда употреблять с чем его да непонятно а из-под кого он вышел такой он из-под красок чили выше ну там покажем потом он теле которые отложены туда здесь разные разные со всех пород есть честно говоря очень красиво который мы знаем что летают уже восемь часов 7 часов которые показали за прикрыла сейчас какой голубятик нормально будет вот она бакинское небо обещает дождь с утра я даже честно говоря переживал что как бы вообще дождь пойдет что вообще не получится погонять голубей давай давай пусть будет что останется здесь все равно временных таких нет здесь есть голуби без крыльев это уже голуби сами поднимают давай ну че друзья посмотрим вот смотри сюда кучки две кучки будет так вот друзья голуби играть обратно не знаю на кого направлять что он не может быть а вот а в 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 Небо, видите? Ветерочек. Любимый ветерок бакинских голубей присутствует. За счет этого ветра голуби по этому боку они всегда сильнее потому что они всегда летают в ветер. Думаю, что мы наслаждаемся, друзья. Ветерочек же есть. Вот как говорится небо бакинское небо бакинских голубях. Да? Голуби Гейдара Бабаева. Маленькая часть голубей Гейдара Бабаева. Так что, друзья. Одна часть. Одна часть. Маленькая часть одна. Вот. Друзья, на Украине, в России, в Казахстане, в загранице. Голуби Гейдара Бабаева у всех на слуху. Сейчас они вверх, они уходят. Я смотрю. Я очень жалею, что у меня нет хорошей камеры, чтобы... Вот я увеличиваю потихонечку. Ребята, друзья, они реально уходят вверх. То есть сколько прошло времени, да? Я вижу, вверху есть бой. Это вверху, которую... Вот эти глубинные вверху как? Которые недавно крылья пришли. Которые игру берёшь. Вот белый берёт игру. Он никогда пока не пойдёт. Он так только встанет? Пока молодой, берёт игру, да, будет по низу, конечно. Но он не должен падать, когда играет. Вот белый берёт игру. Он уже стоит, как бабочка. Два-тринадцать и всё. Мы просто здесь, когда опоздали, чуть-чуть. А? О-о-о-о, кофейный тоже, видишь, в песку. Он уже начинает брать игру. О-о-о-о, перевариваю всё. Тут не знаю даже, на кого направлять. То есть я показываю, как бы, общую массу. Они не должны сбиваться кучу, так дожди. Они не сбиваются. А на меня фу вообще всё разойдёт. Хорошо, друзья, я вам показываю. Всё так, как есть. Летает в голове Генитара Бабаева. Летает. Много-много. А это всего лишь маленькая часть. И опять такой же большой, низкий поклон Генитара Бабаева за тот вклад, который он вносит в голубеводство Азербайджана, в разведение бакинских, чисто кровных голубей. Что можно говорить? Наверное, из этого интервью то, что было, вы, наверное, что-то поняли. Открылись ответы на некоторые вопросы. Золотые слова, которые Генитара Бабаева сказал по четыре пункта. То есть первое – это мозги, глаза. Потом игра для бакинских голубей. Лёд. А уже потом, как говорится, мазь и экстерьер. Вот. Это я считаю, что... Ну... Да что я считаю? Я просто... Показываю и говорю, чтобы все увидели. Ветер повинялся на севере за... Не даст летать. Вот они так летают. Голуби. Я думаю, что, наверное, этого полета достаточно, чтобы у людей было понятие, что широкохвостые голуби – они летают, играют. Но только у тех, кто правильно ими занимается, правильно их ведёт и занимается этими голубями. И, как сказал Гидар Бабаев, голубей только надо определять и выбирать только в небе, с лёту. И тогда будете знать, бакинский это будет или нет. Надо вам приехать в сезон. Вот и не сезон. Вот играющий голубой назад уходит. Я вижу, что туда в сторону унесло. Гидар Бабаев. Посмотрим по этим питомникам. В принципе, мы уже много посмотрели. Голубей в небе мы увидели. Вопросов теперь отпадают, летающие шокохвостые голуби. Вот так вот. Получается, он не очень шоколадный. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Он стоит уже, как тапочка. Стоит. Он будет стоять, потом возьмёт игру, совет, наверное. Начинает игрок. А в небе видно, что он молодой. А, там ещё дальше есть продолжение. Вот ещё площадка, да, я думал? Вот чёрные чили, которые, они, я сказал, разные, пусть вытащили. Вот есть светлые чёрные чили, есть белокрылые, есть битозоговые. Вот эти чёрные чили, это все проверенные голуби. То есть здесь, мы здесь ничего не проверенного, в этих не держим. Ни одного голубя нет на проверенном. Все эти голуби летали. Прошлый сезон, позапрошлый сезон. Мы с них берём молодых и гоняем. Это вот уже отбраковка уходит. По цвету. А куда она уходит? Ну, куда? Отдаём, людям отдаём. Идут они разводят его, потом продают. А потом, да, гидару Бабаеву голуби, да? Ну, надо уничтожать. Но, рука не поднимается. Здесь внутри много, я просто сказал по нескольку штук, пусть вытащил. Это вот лохматые чили, мраморные. Они вот такого корпуса. Вот старые породы чили, вот должен быть таким. Первый или второй? Вот, вот, вот стоит палочки. Второй. Второй, коричневый, да? Вот это расцветку надо добить. Вот это расцветка. Расцветка уникальная, да. Вот этот самец, видишь, какой? Да. Браво. Ты корпус, смотрите. Вот красный с них выходит такой. У них крови есть красный. Вот крафт по чилям, да, идёт? Да. С мамой на то, да, идёт. А наверху же есть одна пифа. Да есть, есть, друзья. Вот. Голуби летает. Очень высоко есть, телефон не возьмёт. Пойду. А вот это мы пропустили будку, да? Это там молодёжь сразу бросаем, которую не успели гонять. Сизый чили, да? Вот сизый чили. Ох, какого. Он смотрел, он сизый чили, он прям с кофейным, да? Да, у неё есть кофейные, они бывают. Вот эталон. Вот это эталон голуби. Сизый чили. Вот дают таких сизов они. Если кто-то пока такой сизый тебе покажет, я голову дам на отрезать. Если кто такой сизый. И они летают без подвольных. Эти все сизы чили летают. Вот два сиза. Один сизый, второй сизый. Там полно внутри ещё. А вот есть такое понятие, да, как бы вот голубь, как бы чем сизый мазь, тем они умнее и лучше. Нет, нет, нет. Нет такого, да? Нет, белые умные голуби. Я тоже так считаю. Я всегда считал и в те времена считал, что хохлатый дурак. Всегда считал. Ну у некоторых есть такие. Хохлат мне мешает ему думать. Но у нас там есть хохлатые брат-сестры, вот они в этом году показали максимальный результат. Что же к хохот? Да, и ничего, никуда не уходят. Над домом приходят все. Но вот это надо хранить. Это надо... Это генофон сизых челей. Они вот здесь. И там у меня. Красавчик. Башка такая голова. Да. Голова двух видов бакетской голуби. Бывает большая голова, бывает змеевидная голова. Что значит большая голова? Большая голова у них довольно-таки большая. То есть непропорционально к телу бывает. Белых часто бывают такие. Это иранские голуби. Где в Иране? Я в Иране на базаре нашел два голубя. Они были выставлены у него в клетке. Более-менее похожи на нашу каждый челей. Сейчас покажу. Который я сказал продающий. Он говорит, нет, я своего отца продам, это не продам. Два голубя видел по корпусу, подходящий к нашим голугам. Поэтому то, что корпус наш создали, эти покойные селекционеры, которые я назвал имена. В том числе и Захар, который больше всего в Москве знает. Благодаря там этому. Захар был татарин. Он живой, Захар? Нет, он тоже скончался. Он был по бурохвостам. Его бурохвосты у меня есть. Я его там вам покажу, бурохвосты его. Но у него были коротенькие, чуть низкие ноги. Все, селекция, селекция, селекция годами. Я их сделал. Так как все-таки широкохвосты еще они вышли? Они вышли. Они, если вы возьмете 100 голубей, узких хвостов. Да. Один даст, видишь, выйдет в середину. Вот ты его отбираешь. Селекция в чем заключается? Селекция то, что тебе хочет. Тебе нравится его корпус, ты его взял в сторону. Еще один появился, ты их споровал. Они получаются такие. Но я родился, как только начал ходить, я уже видел широкохвосты. То есть, когда вы уже видели в детстве? Да, да, я видел их. Голубей с такими склостами? Я те голубяки, которые называю, я называю. Но я у них не спрашивал. Они делали селекцию. Точно так же, как мы делали. С этих голубей иногда выходят узкохвосты. Они летают бесподобно тоже. Но я их просто отдаю, я их не держу. Я спрашиваю, чтобы было понятие, как бы вопрос закрылся. Это вопрос селекции. Это все голуби от Сезаря. Все это от бакинских голубей, с которыми занимались. Абсолютно. Ничего не... Здесь генофор. Которыми занимались. Конечно. И дальше их отбирали, селекционировали, отбирали, селекционировали. У меня сейчас выходит голубей 21 перо. Я ни этого не стремился. Считаешь 21? Ну это много перо. Вот одновременно ничего. Вот здесь. Здесь мраморные. Я хотел у них корпус сделать как белый. У меня получился. И здесь разные виды мрамора. Есть суганы. Есть вот черный, уже со временем набирает цвет такой. А? Вот хохлаты. Эта порода вообще бесподобно летает. Суганы, вот эта летает вообще бесподобно. Суганы это как бы цвет такой. Ну называются они луковые. Луковый цвет, розовый. Луковый цвет, так называли. Чтобы вы понимали, ребята. Допустим, я своими глазами видел зугалы. Я создал зугалы. Зугалы это кизил. Они вообще красные. Гранатовый цвет такой, да? Кизиловые. Они у меня есть в пертянах. Они у меня есть. Там где-то штук 10. Ну что бы вы не думали, что мы здесь вывели все. Вот они, все здесь будут. Их ни один, ни два. Много, внутри много. Просто я с каждым... Вот, оказывается, вот и что, дверька это есть. Вот они, гнезды, да. Ну, и где-то, да. В принципе, каждые будки... Нет, каждые будки есть. Есть, да, двери закрыли. Я не обращал внимания. Оказывается, вот там двери с гнездами. Глаза разбегаете, гидарбабаев, поэтому... Вот здесь проверенные мы их проверяем, бросаем сюда. Вот они, пчели. Они дают и такие красные. И вот и надо такие дают. Смотри, красота какая. Ну, как может голубь не любоваться на земле? На эту самку, пацаны. Я на видео смотрю вас. Он говорит, это отец такого голубя. Я смотрю, что это самка. Как может быть отцом? Вот так должен. Такой корпус должен. И он должен летать. Они дают и такие красные. И на хвосте белые дают. Такие дают почти белые. Дают такие темные. Это он? Вон. Покажите, пожалуйста. Это голубь. Это старые породы. Ледович говорят, что детстве видели такие. Рахматия и жара были такие голубь. Это молодой из песка. Вот это песка. И они очень часто дают, называется у нас терчая. У них ноги бывают темные, не красные. А, вот что. Они бесподобно летают. Ну, там из-за двери ихние гнезда. Ой. Ну-ка, пройду-ка. Толстые гнезда. Толстые гнезда. И сюда. Нет, друзья. Вверху, наверное, голубей не смогут сойти. Дождь капает, да? Ну, это не погода для голубей. Да, да, да. Вот голуби. Вот усатые. Да. Вот. Вот таким должен быть, а не черная голова. Ну, чернобаших вас сейчас пока не заметил. Нет, нет, не для живых просто. Я их проверил. Мне нравится, как они летают. Все. А так вот, любимая мать какая у вас? Есть какое-то предпочтение? Я больше тянусь к челям. К челям. Вот тем кофейной, которые были. К кофейной, все из-за чели мне больше нравится. Потом красная мать мне больше не нравится, чем челям. Ну, кофейная, сизая, челистарая порода, кетерпомбая, все-таки. Хочет это все возродить. Вот они здесь все выходят. Там мне лучше, не хуже. Песок, я только так, традиционно. Не сетку, ничего. Просто здесь ковыраться по этой пыли. Вот этот голубь, он отлетал. С утра до вечера летает. Ух ты. Мы гоняем не раньше 11 часов. Мы никогда в 7 утра не гоняем в голубей. В жару их надо проверять. Ну, в жару они выносливые голуби. Вот Бакинский. Видишь, у него много в голове. Да. Он отличается и по корпусу, и по голове, и по расцветке. Они уже были здесь. Конечно, отличается. Да, чернобалжик отличается. Тут однозначно без вопросов. Вот он выходит из этих голубей. Ребят, ну, яйца, дети, все есть. Ну, жена была. Очень-очень вверху есть голубь. Камера не возьми. То, что здесь летает по низу, это не то вообще. Это не аж. Друзья, ну, своим глазами я увидел те голуби, которые вверху, их еле видно. Их очень много, не знаю, 30, 40, там, 50 штук. Вот штук 50 вот сюда опускается. И штук, наверное, какая-то часть еще средней летки. И штук 50 еле точками видно, но не было сыпано, конечно, там голубями. Кто-то играет где-то, где-то что-то как-то. Нажимаю я пока на паузу. Конечно, вижу. Высоко которые. Ну, третью часть. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. снимать лучше снимать вам небо пока не видит жалко да два отдельно еще теряются какие два посмотрите вообще еле пачка мелькает офигеть офигеть то что там наверху это куча мух ели мух куча куча мух куча мух друзья не сниму я это даже близко когда присматриваюсь выше там я еще и больше и больше я не ожидал я верю потому что вон я вижу прям пальчики еле мелькает они это то что летает внизу это вообще не то ханки об этом даже разговор не которые всего лишь 5-6 раз гайки мы недавно бросили сюда добавку сделали в следующем году поэтому а те которые уже метаются пока но они уходят вчера четыре штуки не пришли ходы вчера порядка восьми штук поставить надо ждать то что я вот это даже приближая это не то это совсем не то то что есть наверху то я такого не видел еще никогда своей жизни никаким образом телефон не покажет даже близко никаким никаким образом все хватит не надо пылька вот лохмануги проверенные любой как их потолсту летает о да это всё впрочем вот 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 огромное количество за этими дверями в каждой будке мы в каждую будку тоже не заходим даже внутри не смотрим сложно конечно вообще даже представить масштаб даже из этого маленькой части то что я вижу то что я показываю я думаю что у вас будет представление о том что в боку есть шикарная это просто какой-то одним глазом я вам все покажу просто одним глазом мы убрали это долго каждый день будут набирать каждый но уже гонять нельзя потому что вот вот появится он будет бить вот это черное вышел из сильных членов и тот черный мы я просто не не оба завораживает просто то что наверху творится там по одному еще отдельно вы кучи ведь я и папа одному отдельно есть которые не дали стали вообще никогда не реально это все увидела за слады берет игру он пока игру пока он не остановится как мы говорим не укрепит этого никого наверху стоять нибудь и мужчина губерку металл также они быстро не набирают ваши голуби слушайте голуби что с голуби разные это тоже неправильно все индивидуально есть голубь который летает прямо молодой еще молодыми крыльями уже идет конечно третий-четвертый раз уже идет находит место стоит есть голубь который после того как споруется летает есть голубь который первый птенца начинает кормить летает это надо ждать три месяца четыре месяца вот эти может быть не летали вот как от ручок кучи они начали по какой-то причине уже летают в такую даже погоду голубь индивидуальная вещь нельзя каждому голуби говоришь вот у меня есть голуби который внизу начинает играть там дурачиться потом один раз поднимаешь голову и его нет он уже наверху это уже не то что я такой цвет уже результат 40-летний селекций здесь не выходит будет это бывает и что вот там вот именно вы занялись 14 лет беспрерывно мне 63 года 14 лет беспрерывно мне 63 года дай бог здоровья скоро терпение будет ровно 50 лет как я сортирую 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 отбираю порода отделяю отдельно смотрю это бывает самое главное голубевым скажите пакист голубах самый главный фактор это самец 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 если летает играет хорошо если у тебя нет хорошей самки летающей ты можешь споровать у него дети но уже через два поколения уже они покажут себя с плохой стороны вот но берите всегда с лету смотрите никакая форма фигура цвет пустот не обманывать то есть эти люди пропустили два главных результата признак пункта пункта вот и два пункта прошли потом уже ты можешь держать и узко хвост и и широко пюре и узко пюре и рыбий хвост но ни в коем случае хвост на оборот не должен не должен запомнить покинс голубь может быть хвост наверх открывающий ровно открывающий но никогда кульком вниз наоборот покажите вот так как вы покажете наоборот это как бы овалом вниз овалом вниз это не это небо это уже не бакинский все все качает головой без разницы количество хвостов хвост должен открывать не имеют значения количество хвостов если держит ровно или держит так выбрасывайте эти птицы вот и результат не в погоду ничего мы будем надеяться я не знаю видите не видите еле мелькает там не знаю штук 30-40 вон там вон вообще еле мелькает я за счет того что их количество а там еще камеры не возьмет там еще один по одному они летают это я не знаю конечно я больше есть белохвост и выходит они никогда они есть даже много голубей здесь летают про индивидуальное качество они отойдут все равно сторону это два большинства больше бывает белохвост и они отходят в сторону берет игру идет индивидуально заходят они с кем не летают так больше всегда не как-то воценивали а больше создал я это надо раз да я без лишней скажу а вашей том виде который они есть и ты поруч и они опять же это вашей закрепленные они я создал все все знают в азербайджане но там они мешают то делится до теперь и не только для падения об этом узнали ну ведь друзья есть кстати в астрахани был губернатор у вас очень хороший человек я ему белых давал у меня звонил оттуда говорит все голубятик стоят за забором смотрит за полетом белый голубей он берет игру еще игру не взял он не будет стоять но он держится не ну это это не держится называется держится это три с половиной четыре значит голубь первый раз я не всем утра с рассветом а гонять надо в одиннадцать девяносто своими глазами я увидел убедился насколько я мог словами пока сказал потому что камера она не показывает и не показывает то что я и фигура находится на высоте 800 метров над уровнем моря мы находимся 34 метра ниже уровня там наверх голубь поднялся 300 метров там воздух приятный такой знаешь прохлады он стоит у них там девять часов того чтобы голубь притащить сюда в боку разгоняй он выше как мы говорим армава полу это не пойдет не пойдет я гарантию да поэтому каждый голубь должен быть это потом это рассказывает басни это вообще не хочу это вмешиваться вы слышите были баку армяне голубятники очень сильные были голубятники я учили кстати погоны голов ноги у них есть кровь но и куски хвост мастевые голуби они масные мы мастевы говорим баку но он правильно говорить масло и масло и голуби держать рассказы по интернету как он приехал сюда из ярована привез голубей солянскую казарму служить и отсюда пошли все баки с голуби что прекратите держите голубей голубь должен по имени голубятника назвать сделал до происхождение баки скибаки с голубей весь мир знает весь мир знать баки это создали не армяне не эти об здесь были бакинцы и больше всего поселки белья были ребят белья говорит бузовна бузовна и голинцы вот они эту селекцию сделали голубей и не стыдно разве говорить кому-то покажет там ходит арбузные шейки у них фигуры нет по земле тащите и говоришь вот это бакинский голубь это старый породный голубь не знаю что армянские голуби какие армянские голуби в армении есть голуби я знаю из баку они больше все деньги они давали по 25 молодца старое советское время они приезжали да есть лаканские голуби на россии хорошие голуби отличные голуби но взять бакинские голуби говорит что это армянские голуби это вообще прекратить надо в интернете это вообще зона должна быть свободна от этого мы все любители голубей вот бакинские голуби вот это одна разновидность я не ваше бакинский должен быть чироквостки еще раз повторяю не должен не говорю что он должен многоперым бы не говорю что он должен быть широкоперым бакинский голубь бакинский голубь по полету должен по этим четырем признакам которые я расскажу вот если эти есть он может быть и низкой посадки и высокой посадки я лично держу чтобы у них вид был спортивным чтобы доставлял удовольствие не этот куча ушла уже не увидите это куча я до найдет молодец это куча я не вижу видишь нет там прям большая была прям а их где три штуки 1 телефон он телефон показывает полу лед средний лед как вот так а то что выше очень много очень много сейчас друзья покажу посмотрите как у всех гуга усердь смотрите каркаде вот они вот как у всех у всех голова в небе он игру еще свою не смог найти вот он крутится крутим и уход суден если станет станет если нет уже мне не нравится его игра он не должен проворачивать он должен играть но мод изменить уже поздно он не пешком уже облинявший голову вот по таким критериями сортируется головы гитара бабаева все они проходят отбор по игре все вы сами услышали друзья вот что еще сказать лей вот пришел говорят цикл пришел одну возьмет это его добычу я желаю всем всем чтобы все держали то что им нравится но не стоять на месте никогда продолжать селекцию селекцию еще раз селекцию и кровь надо мешать надо запомнить если ты имеешь 6-10 голубей это постоянно не берешь молодых и породится это бакинский голубях по крайней мере я не могу сказать про другие породы про бакин голубей могу сказать точно постоянно нужна свежая кровь поэтому я вот видели отпустил они вот там входит всякие получаются результаты от этой свободной любви желаю всем хорошего дня счастья и честности голубятник самый страшный недостаток голубятника это собрать так летает всяк летает или чужого голубя и за что оклеветает работаете показываете свою работу и все или оба выжать удовольствие но огромнейшее не просто огромное огромнейшее спасибо вот честное слово от все за что пойдет еще лохматых там еще посмотрим мы еще посмотрим